Джейсинг ДВАДЦАТЬ ДВАДЦАТЬ Привет! Это снова Джейсинг И в этом выпуске Юбилейном выпуске, да, конечно, нужно отметить обязательно Мы, точнее я, покажу вам Наконец-то Настоящую японскую квартиру И где я живу И дом чуть-чуть И также мы поговорим об интернетах Это будет чуть позже Так что, как говорится, усаживайтесь поудобнее Будет долго Нудно Я сразу предупреждаю, что Этот выпуск Снимался позже, чем выпуск Который будет после этого Потому что я хотел специально Погадать сначала квартиру Чтобы под юбилейный выпуск это подстроить А потом, значит, Погадать все остальное баррако, которое у меня там накопилось В общем, не будем Откладывать кота в долгий ящик И Начнем Начнем мы снаружи Снаружи Что-то такое здание снаружи Четырехэтажное, как видите Более-менее Более-менее приличное Вон там мое окно На третьем этаже Которое Темное Поскольку там штора открыта И Я хотел именно Именно маншон Поэтому В принципе, оно меня Привлекло Изначально, когда я искал Ну, давайте немного пройдемся Что здесь есть Для начала здесь есть Стоянка Вот Я никогда не видел, чтобы эта машина куда-то уезжала И в принципе Там у бедняги даже диски Зажавели атормозные Вот Есть еще место для Для двух Ну Видимо В моем доме больше никто не владелец Здесь всякие А ну, собственно Вот здесь вот Овлец Это интернет Вот здесь, значит Сюда положено выбрасывать мусор То есть вот сюда выбрасываем Бумару Сюда выбрасываем мусор Который, значит, ежедневно нужно выбрасывать Бутылки Вон там расписание Выброса мусора Вот Это вход Здесь какая-то Не знаю Никогда не видел, чтобы это использовалось Для полива Вот такое здание, не знаю Еще подальше надо идти В фасаде я его не буду показывать Какое-то написано название Место Я типа пытаюсь сохранить Свою приватность И правило Да Вот здесь у нас Стоянка велосипедная Здесь вот Вот эти вот товарищи более-менее регулярно выезжают А здесь прям вообще капец В общем Вот это вот на бедке я ни разу не видел, чтобы куда-то ездил Здесь просто стоит Вот это вот просто всякое пароходие стоит То есть оно вот Если посмотрите, оно просто покрылось слоем Вообще Вековой пыли, что называется Вот это вот все Абсолютно Вот Я не знаю Это может быть пара бы должно давно уже вытянуть Но как бы, видимо, владельцы не находятся Вот это я так подозреваю Что это Вот водогрей Или что-то подобное То, как я уже говорил Вода Горячая Коммунальная То есть Поступает из общего Котовара Вот, собственно Мой Как вы помните Здесь Сзади ничего Особо интересного Нету Да и Быть не может, да? Вот То есть Как бы Тот Чувак, который здесь Дедушка, который здесь убирается У него здесь инвентарь стоит Видите, сколько у него здесь Метелок разных Вот На первом этаже, да, никто не живет Здесь Чисто Стоянка И И офис Это, да, это в том числе тоже офис Ну, как попасть Уже нельзя Вот заходим Заходим внутрь И Вот такой подъезд То есть Это То, что называется Домофоном Здесь, конечно же, нужно было расклеить Кучу объявлений, которые Может быть, кто-то когда-то читает Вот Здесь Когда-то Был Было освещение Но с тех пор Прошло много времени И его, конечно же, не стал восстанавливать Вот Это По идее Офис Управляющего Или Как это можно назвать Не знаю Ну, там Почти никогда Никто не бывает Да и Не сильно Надо, да? Вот почтовые ящики Вот здесь есть Замечательная Надпись о том, что Значит Спам не рассылать Но Запрещено Запрещено Спам рассылать Но прикол в том, что Спам рассылают постоянно Для чего здесь есть Вот это ведро В которое складывается Спам весь И также вот эта коробка есть В которой складываются Магнитики Которые тоже, бывает, присылают То есть, не просто Подкидывают Поскольку магниты Нельзя в В бумагу выкидывать То вот Вот сюда Да, здесь Видите, есть розетка То есть, можно прийти И воровать электричество Ну, пойдем Пойдем в квартиру Кофе Я вам, конечно Не буду показывать Да Да, кстати говоря Обратите внимание На На высоту прохода И Как 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 Есть Похожу В притык Что называется То есть Более высоким людям Придется пригибаться Да Лифта нет Лифта нет Есть лестница Лестница Достаточно Узкая Конечно Ну Вот так вот Поднимаемся Да, вот Как это выглядит Правда Поднимаемся На наш На мой, точнее Третий этаж Так Видите Здесь есть Сливы Для воды То есть Если дождь будет затекать То есть Куда сливаться И как Вы видите Что Вот это вот Слив И Внизу Решилочки То есть Все Может Сливаться Вместе Вот Самая Конечно Квотра Квартира Есть Вот Это вот Но Это не моя Так Кстати Чувак Единственная У которого Есть Еще Дополнительный Замок У меня Замок Только Один И Все Открыто Вот Есть Конечно Типа Домофона Тоже Звонка То есть Нажимаем кнопку Там На домофоне Раздается звонок И В том числе Через это Можно переговариваться Вот Чей-то зонтик Стоит Вот Про эту штуку Я расскажу Чуть позже И Вот Такой Не знаю Как это можно Подъезд Что ли Да Такой Вот Подъезд Японского дома Вот Ну ладно В общем Заходим Внутрь Итак Продолжим Изнутри Начнем Непосредственно С самого Начала С входной Двери Внизу Куда Вот Вот Эта Вот Вещь В принципе Целиком То есть Вот 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 Все Вот Это Вот Место Это Как бы По-японски Прихожая Ну То есть Серьезно Это Имеет Свое название И В общем-то Вот там вот Вот там вот Улица А здесь уже Дом Поэтому Собственно говоря И Как видите По-японски Оно Поднято Или Или Входное место Опущено Не знаю Как угодно Быстренько Пройдемся Вот По этому Моменту Здесь Просто Хранилище Было Я не знаю Для чего Оно было Приназначено Но я сюда Приноровился Складывать Всякую Кухонную Утварь И Еду И Внизу Как бы Нашлось место Для ботинок Тут Как бы Ничего интересного Тут кастрюли Там Что-то Ну тут Всякие разные Да Вкусняшки На всякий случай Там И так далее Ничего интересного Кстати Да Может быть Если кто-то помнит Соль Не помню Была В прошлом Видео Из дома Соль Вот Эту Соль Я купил Еще Не знаю Год Назад И вот С тех пор Израсходовал Он Столько Вот К сожалению Как вы видите Здесь Не очень Понятное Место То есть Сюда Как бы Вот этот Просто Хлам Кстати Который Я хочу Вам Что Что Вот Это Все Кухня Про Которую Будем Рассказывать Вот Здесь Прям Место Напрашивалось Под Микроволновку Или Что-то Подобное Но Как здесь Нет Нигде Рядом Розеток То С этим Ничего Не Поделаешь Это Просто Как бы Стоят Напитки От От Некуда Поставить Больше Вот Значит Далее Да Ну Про это Можно Рассказать Да Это Щиток Щиток Как видите Без Счетчика Где Стоит Счетчик Я не имею Ни малейшее Представление Я его Ни разу Не видел Показаний Его Я не знаю И Ну В принципе В этом Отношении Не остается Верить Только Токио Дэнриоку Ну Как бы Чем Примечательнее Щиток Это Тем Что Томат На 30 ампер И 30 ампер Здесь Неспроста Когда Вы Заключаете Договор С Токио Дэнриоку Там Нужно Выбрать Мощность Которая Подводимая К вашему Жилью И Как бы 30 ампер Это Стандартная Стандартный Тариф Который Там Есть И Я думаю Что Он У многих Стоит Там Прикол В том Что Можно Выбрать Какой Тип Электричества Вам Нужен То есть Хотите У вас Будет 30 ампер Хотите 50 Хотите 60 Может быть Можно Подвезти К жилью Одновременно 100 и 200 вольт И Короче говоря Всякие разные Опции То есть Там Абсолютно Гибкий Амент Единственное Что Если вы Выбираете Другой Тариф Отличный От того Автомата Который У вас Стоит Вам Нужно Будет Проводить Работы Которые Будут Стоит Денег И так Далее Вот Когда Я сюда Въехал Автомат Был Выключен Церемониально Я Я об этом Уже Говорил Вот Собственно Говоря Вот Это Вход В Ванную И Туалет Совмещенный Да Но Перед тем Куда Зайти Нужно Отметить Эту Штуку Вот Это Самая Гениальная Вещь Которая Здесь Есть Наверное Вот Это Вот Свет А Вот Это Вы Не Поверите Это Включение Вентиляции И Это Слышно Надеюсь Это На полном Серьезе Таймер Это Таймер Вентиляция Включается По таймеру То есть Для того Что Во-первых Она включается Раздельно Что Идельно Правильно А во-вторых Ставишь Таймер На вентиляцию На то время Когда ты Моешься Потом Она автоматически Выключается И Это Это Прекрасно Так должно Быть Так должно Быть Вот Я надеюсь Все Помнят Ванную Комнату Из Из Предыдущего Дома Собственно Говоря И Я думал Что тогда Казалось Что уже Меньше Некуда Правда Но на самом Деле Как бы Дно Оказалось Двойным И Есть куда Расти То есть Вот Здесь Реально Еще Теснее Чем В той Ванно-туалетной Комнате Которая у меня Была В общаге Ну Как бы Я говорю Совершенно Серьезно Потому Что Ну Это Это Ощущается Просто То есть Вот Когда Когда я Вот в этом Вот В этом Душе Моюсь Тут Ну Как бы Я понимаю Что Он На Видео Выглядит Большим Поскольку Объектив Широкий Но Мне тут Даже Банально Намылиться Невозможно Плюс Я постоянно Ударяюсь Вот Об эту Палку Я не привык К такому Низкому Расположению Палки Для штора Да Ну Как бы Здесь Также Вентиляция Есть И так Далее Вот Вообще Как вы Можете Заметить Здесь Все Тоже Сделано В едином Комплектом Как и в прошлом Месте И на то Есть причины Как Я обнаружил Японцам Очень нравится Подобная Вещь Которая Называется Юнит Тобасу И Я в принципе Могу понять Почему Потому что Как бы Доводы за нее Весьма Ну Весьма Хорошие То есть Вот Во-первых Они бывают Разных Типа Размеров То есть Вот эта вот Штука Она Собирается И Монтируется Здесь Буквально За день По заверениям Производителей Всего этого Барахла То есть Если бы Эта была Квартира Не съемная А моя Личная То я бы Мог просто Пойти К производителю Этих Юнит Тобасов И Заказать Новый То есть Там бывают Самые разные Короче говоря Самые навороченные Только То есть Что туда Можно запихнуть И я бы мог Просто Прийти к ним Заказать Они бы потом Пришли И за день Все здесь Поменяли Абсолютно У меня была бы Новая ванная комната Стоило бы Это На самом деле Не очень дорого Даже Может быть Там 1300 Йен Что-то в этом районе Ну Была бы Новая комната Ванная Просто за день Что как бы Удобно Плюс Я не знаю Насколько Это Реалистично И актуально Но Утверждают Что У такой Вещи Есть преимущество В отношении Герметичности Чтобы плесень Не распространялась То есть Влага за пределы Этой ванной комнаты Не выходит И Плесень не распространяется Что в принципе Тоже выглядит логично Ну И я могу сказать От себя Что Чистить И мыть Здесь Просто одно удовольствие Взял душ Все сполоснул И Готово Как бы Ничего больше не надо Единственное что Меня здесь расстраивает Это то что Здесь вот такой вот бачок Ну то есть Это реально просто Самый Самый обычный бачок При том что В Общаке была более Продвинутая система Без Бачка Не знаю Может он где-то был Но я его не видел никогда И Ну как бы Мне вот Не нравится То что здесь Место занимает Вот Отодвинусь бы Метрасу чуть подальше И было бы Замечательно Вот Когда я сюда заехал Здесь было чисто Но Не до конца Чисто Вот Кстати говоря Да Видно Видно проблемы То есть Вот На мой рост Здесь не рассчитано Уже Вот Когда я сюда заехал Здесь Было чисто Но говорю Для того чтобы То есть Я короче Здесь провел Еще уборку Чтобы это довести До моих стандартов Чистоты Будем Говорить так Да Вот это Штука То есть Здесь ничего не было Естественно Это все Все мое То есть Мыльницы И вот это все Барахло Мое Полочка была Да Вот эту штуку Я купил В Нитори Весьма удобная Подставка Как оказалось Ну что здесь Ну как бы Больше особо Рассказывать то не о чем Ванная комната И ванная комната А вот Вот эта вот штука Вот примечательно Вот это слив То есть Понятно дело Что Здесь Пол Единый И И перелива Кстати говоря Перелива В ванне Нигде нет То есть Единственное место Где он может Переливаться Это вот в этом Вот сливе И Короче говоря Гении Которые проектировали Эту ванную комнату У них Они были Злыми гениями Потому что Как я выяснил Вода там Застаивается И Естественно Она протухает То есть Что происходит Когда вы Начинаете Мыться в душе То Вода Начинает Стекать Здесь Вот эти Вот два Слива Между собой Объединены Но Вот Они объединены Таким образом Что Непосредственно Слив Находится ниже То есть В канале Между вот этой Вот И вот этой Вот Этим сливом Вода Застаивается Выключаете Вытяжку Также Вода Начинает Там Стекать Оно Перемешивается И Начинают Выделяться Газы Назовем их Так Да И В результате Вы Моете Из душа Под Прекрасными Ароматами Канализации Я как бы Пробовал Решать эту Проблему Там Заливать Очиститель Для Этих Для прочистки Засоров Там Вот это Все Сливает Проливать Постоянно Потому что Если там вода Не будет Заставиться Не будет Протухать Правильно Но Особо Мероприятие Честно говоря Как-то Расточительное Постоянно Этим Заниматься То есть Постоянно Влажно Будет От Проливки Душим Правильно В общем Я на это Забил И Решил Просто Просто Забить Не включать Вытяжку Так Хотя Меньше Воняет Вот Переходим К Кухне Вот Это Вот Все Место Это То Почему Квартира Имеет право Назоваться Квартира Из кухни Вот Сразу Чтобы Вопросы Снять Я нашел Здесь Вот Эту Наклеечку На которой Написано Что Это Хитачи Мини Чиньюнито То Есть Вот Это Все Мероприятие Тут Безобразие Все Произведено Хитачи И Кстати говоря Здесь Также Есть Вот Эта Замечательная Наклейка Которая Говорит О том О правилах Пользования Хитачи Китчен Хитером Но Здесь Стоит Другой Которым Мы Доберемся То То Что Китачи Хитачи Производит Шнягу Ну Как Ладно Собственно Из Всей Техники Когда Я Заехал Здесь Были Только Вот Эта Замечательная Плитка Panasonic Как Вы Видите Она Индукционная Слава Богу Спасибо На Этом И Вот Такой Холодильник Холодильник Меньше Чем Я Имел В Общаге Что Меня Честно Говоря Расстраивает И Это Вот Реально Холодильник Самый Меньший Самый Бой Который Так Можно Купить То Есть Всякие Гостиничные И прочие Холодильники Это Вот Это Вот Но Он Тихий Он Тихий И И И И В В Этом Отношении Никаких Проблем С Нем Нет Что В Принципе Меня Радует Вот Здесь Я Вот В этом Месте Я складываю Пластиковый Мусор Вот В этот Пакет Я Складываю Пластиковые Бутылки И Металлические Банки Чтобы Сразу Снять Снять Вопрос Здесь У меня Есть Выключатель Выключатель Света Вот Этого И Выключатель Вытяжки Вот Если Интересую Что В холодильнике Давайте Заглянем Здесь В принципе Ничего Интересного Нет То есть Вот Такой Убогий Холодильник Вот Это Не Морозилка Кстати Говоря Это Это Просто Холодильный Элемент Который На нем Написано Что Не класть Продукты Которые Можно Разморозить Потому Что Они Обратно Потом Не Заморозятся Я Честно Говорю Так Мороженое Оно Даже На Максимальном Уровне Оно Все Рано Очень Плохо Хранится Оно Жизненькое Оттуда Получается Это Еще С общаги Вот эту Штуку Я купил В Дайса Применение У нее Вот такое Поскольку Здесь Места Для того Чтобы Особо Сушить Ничего Нету То Я Ничего Лучше Не Придумал Кроме Как Вот Этого Купить Я Изначально Купил Другую В В В В Зачем Есть Отдельное Освещение С Разными Лампачками Как видите И Я не хочу Их Менять Хотя Они Как бы Они весьма Жарят Вдвоем Но я Ничего с ними Не могу Поделать Как бы Я не часто Их использую И Не собираюсь Менять Внутри Здесь Посуда Стоит То есть Здесь Можно Ставить Что у нас Стекало А здесь Я Купил Штуку Приспособил Чтобы Хотя бы Как-то Можно было Что-то Хранить Потому что Ну Места для Хранения Категорически Мало А ничего Сделать С этим Я не могу Как вы Понимаете Да И что Самое Интересное Оно Оно Все Деревянное Абсолютно Все Деревянное Ну Кроме Вот Этого Конечно Дело Вообще Если Так Постучать То Есть Вот Это Все Дерево Это Все Дерево Я Не знаю У меня Стоит Такое Печатление Что Оно Стены Все Сделаны Из Дерева Вот Здесь Как бы Внутри Стандартно Стоит Мусорное Ведро Ничего Особо Интересного Тут Нет Вот Касательно Вот Этой Вот Наклейки Я должен Деленно Сказать Потому Что Наклейка Говорит О том Что В общем Здесь Не используют Качественные Нагреватных Приборов Все Вот Прочее Да То Судя Поэтому Когда-то Здесь Вместо Индукционной Печки Плитки Была Обычная Плитка Стеном Как Сюда Можно Было Поставить Я Просто Не Представляю Потому Что Ну Представьте Себе Вот Это Все Оно Деревянное И Как Это Как Это Вообще Будет Если Здесь Будет Придко Стоит Нагревательный Прибор Это Просто Капец О чем Думали Эти Hitachi Я Вообще Не Понимаю Переходим Дальше Я Пока В Команду Закроем Включим Свет Вот Здесь У меня Стоит Мусор Бумажный То есть Просто Бумаги Там Собираем И Еще Особо Интересного Вот Это Вот Замечательная Конструкция Называется Никогда Не угадайте Что Там Вот Вообще Вот Эта Штука Предначалась Для того Чтобы Ставить Стиральную Машину То Здесь Есть Как Видите Есть Кран Есть Розетка Вот Там Под этой Штукой Есть Слив Здесь Есть Ножки Для Подключения Для установки Этого Всего Я пока Использую Это В качестве Вот Такой Кладовки Потому Что Мне Банально Это Некуда Складывать Место Место Для Хранения Вещей Как Быть В Квартире Нет Как Такового Что Я Буду Делать После Того Как У Машинка Появится Я Не Знаю Потому Что Ну Вот Это Самая Большая Проблема Это Коробка От Монитора Которую Я Не Могу Выкинуть Потому Что Я Не Могу Пользовать Монитор Вечно И Рано Или Поздно Ему Придется Что То Делать Поскольку Он Гнутый То Мне Что Его Так Просто Не Перевезешь Поэтому Я Оставил Значит Ну Эту Штуку Вы Видели Она С тех Пор И Осталась Там Я Разместил Вся К Хранение Чистельно Косметических Средств И Прочего Такого Барахла Здесь Значит Я Это Я Купил Ведро Чтобы Повымыть Также Я Купил Перед этим Я купил Швабру Вот Эту Стандартную Японскую Швабру Совершенно Дебильная Вещь Бесполезная Абсолютно Хлипкая Ничего Нельзя Сделать Даром Что Она Сто Ен Сто Была Так Была Деньги Потратил Зря Эта Штука Тоже Крута Это Реально Полезная Вещь Обойтись Без Веника И Совка Нельзя Сколько Пылесоса Нету И Здесь В принципе Он Полы Не Ворсисты А Обычные Надо Подметать Далее Вот Плотно Но Как Заполнил Опять же Самая Большая Проблема У меня Вот С этим С Коробкой Из Подсистемника С Коробками Из Под Всего Остального Я Не знаю Я Не могу Выкинуть Как-то Рука Не Поднимается Что-ли Извините Ну Говорю Ничего Особо Интересного Тут Нету То Есть Это Как Бо Компьютерное Барахло Это Барахло И Там А ну Вот Можно Вот Сначала Я Купил Вот Эту Штуку Но Как Вы Видите Она Сюда Не Помещается Просто Не Помещается Поскольку Я Хотел Поместить Вот Так То Ее Она Сейчас В самом Маленьком Положении И Ее Больше Нельзя Это Вот Просто Контенна Которая Я Которая Не Знаю Зачем Это Кабель Старый Антенный Который Я Больше Не Пользуюсь Не Знаю Куда Его Положить Вот Такая Кладовка Не Очень Местительная И Вот Так Вот Я думаю Что Разобрались С Прихожей И Вот Этим Всем Местом Да Пойдем В комнату Да Вот Продолжаем Экскурсию К сожалению Батарейка Закончилась Поэтому Я поменял Камеру И Вот Собственно Живая Комната Где Я Непосредственно Живу Вот Примерно Что Линза Не Очень Широкая Поэтому Все Не Помещается Ну Тем Не Менее Вот Так Вот Это Выглядит Ну То То Есть Как Я Говорил Когда Я Заехал Ничего Абсолютно Из Этого Здесь Не Бало Вообще И Пришлось Покупать Все Самому Ну Да Естественно Кроме Вот Этого Замечательного Домофона Он Он Был То есть Это Как бы Домофон Который Работает И от Того Что Там Снизу Стоит И От Звонка У Двери Он Работает Так Что Универсальный Ну Как В основном Я пользуюсь Им Когда Приходят Почтальоны И прочие Доставщики Да Как видите По отношению К Кухне И Прихожей Здесь Есть Ступенька Не знаю Зачем А Сам Пол Покрыт Линолеумом И Это На самом деле Круто Потому что Ну Это Проще Мыть Проще Убирать И В целом Все проще Давайте Сразу Полотяной Шкаф Ну Как бы Шкаф То есть Просто Обычный Шкаф Деревянный Он Здесь Был Без Наполнения Ну Я Сюда Его Заполнил Что У меня Было Вон Там Грязная Одежда Всякое Разное Хранение Тоже Здесь Приспособил И Ничего Ничего Необычного Вот Вот Штука Интересная И Вот Эта Вот Вещь То есть Эта Деревяшка Здесь Была И Даже Когда Я Въехал На Ней Было Целых Два Крючка Но Они Были Так Настолько Хлипко Приделаны И Вообще Что Я Просто Пошел В магазин И Купил Вот эти Вот Крючки И И Просто Их Приделал Ну Потому Что Я Не Думал Что Хозяин Квартиры Вообще Хозяин Будет Возмущаться Тому Что Я Приделал На место То Что Должно Быть Там Изначально А Во-вторых Ну Нужно Было На что Что-то Вешать Да Да Вот Я Зеркало Купил Которое Вешается Просто Потому Что В общаге Зеркало Было В комнате А здесь Нет Это Одна Из Составных Частей Постели Которая Раньше Лежала На кровати В общаге Сейчас Нет Да Наверное Если мы Идем По порядку То Будем Дальше Просто Кондиционер Вот Эта Вентиляция Она Короче Закрывается Вот Так Вот И Можно Закрыть Но В принципе Сейчас Лето Поэтому Не имеет Смысл Закрывать Может Зимой Будет Иметь Смысл Еще Вентиляция Есть Вот Здесь На Окне Типа Типа Такая Форточка Я Тоже держу В принципе И Открытый Да Вот Эти Замечательные Шторы Шторы Эти Я Купил В Ниторе Шторы Комплектом Я Просто Пришел И Готовый Комплект Купил Штор Без Каких Проблем Кстати Это Вот Примечательная Вещь То Что Видите Здесь Есть Вот Это Вот Этот Магнитик То На Другой Шторе Есть Вот Есть Точно Такой Же Для Того Чтобы Когда Вы Закрываете То Значит Было Все Нормально Шторы Закрывались В принципе Касательно Того Что Видите У меня Есть Еще То Что Я Говорил У меня Есть Три Окна Помимо То Всего Да Вот Вот Это Вот Что Мне Пришлось Заказывать Индивидуально Пришлось Заказывать Индивидуально Потому Что То Есть Они В Ниторе Были Шторы Такого Размера Но Они Были Только В Количестве Двух Мне Две Шторы Такие Не надо Поэтому Мне Пришлось Заказать Одну Штору И Ну Здесь Да Кстати Говоря Они Все Гордины Двойные То Здесь Еще Можно Чуть Вешать Ну Я Просто Я Не хочу Чуть Вешать Она Будет Только Пыль Соберять То Здесь Как Видите Есть Тоже Две Таких Для Направляющих И Тоже Можно Вешать Вот Это Вот Окно Это Вообще Просто Нечто Было Потому Что Я Долго И Подбирал Каким же Образом Мне Сделать На него Штору И В итоге Я Нашел Вот Такое Вот Решение Не Жаль Это Такая Рулонная Штора Причем С Креплением Очень Интересным Крепится Она На Гордину Сразу То Все Эти Сюльки Вбираются И Вставляют Сюда Вот Это Крепление И Значит Она Вот Так Закрывается И До Конца Ну Сейчас Поскольку Я Снимаю Чтобы Было Больше Света Я Оставил Ее Открытой Значит Давайте Сразу На балкон Конечно Выйдем Да Вот Ну Как бы Балкон Не очень Большой Но Есть Сушить Берёй Здесь Можно Видите Не очень Не очень Чистый Балкон И Честно Геря Я Не знаю Что даже С этим Делать Просто У меня есть Такое ощущение Что Сколько Не убирая Здесь Оно Будет Грязно Сколько Будет Залетать Пыль С окна И так Далее С улицы Да Да Вот Здесь Есть Две Замечательных Вентиляционных Решёточки Вот это То Что я вам Показывал Закрывается А вот Это Называется Никогда Не догадаетесь Откуда Это Вытяжка Выход С кухни То Что вы Видели Она Здесь Выходит То есть Там Проходит Через Непоятно Как И Выходит Здесь Что конечно Бред Вот Эта вот Палка Вы в принципе Увидели Уже до этого Я её Предпособил Чтобы здесь Распорку Сделать Здесь Сделаю В качестве Распорки Просто Сушить Бельё Как оказалось Показала практика Этого Недостаточно И Я в итоге Купил Вторую Палку Которая тоже Казалась Недостаточно И потом Я купил Вот эту Замечательную Сушильную Верёвку То есть Она Подавалась Прям Она позиционировалась Как верёвка Для сушки Белья Поэтому Я её Купил Она здесь Так Своебразно Крепится Вот А да Тоже Прилечательная Вещь Слив Воды С Если будет Дождь Сюда заливать Ну так же Так же Гон туда Скапывается Кондиционер Вот Это Вид Из моего Окна И балкона Вот Как я говорил Это школа Вон там Видите Какой-нибудь Замечательный Столб Видно Вот Ещё Один Столб Замечательно Видно Из окна Вот Как я говорю Парк Парк И С Замечательным Видом То есть Ну Вполне Достаточно Тихо Не то Чтобы Супер Тихо Достаточно Тихо Вот Если бы Вот Этой Школы Не было То Вот В той Стороне Можно Было Видеть Недалеко От станции Пятидесятиэтажные Жилые Дома Был бы Очень красивый Вид Но К сожалению Школа Его Заграживает Что я могу Сказать От всего Этого Школа Не сильно Досаждает В принципе Как бы Из интересных вещей У них есть Звонок Школьный То есть Я знаю Что он каждый день В пять часов Срабатывает Плюс Когда я собираюсь Утральную работу Он Срабатывает В Восемь Тридцать В восемь Тридцать Пять И еще По-моему Когда-то В восемь Сорок пять Что ли То есть Там Заметная мелодия Играется Вот такое Вот место Замечательное То есть Видите Да Сколько народу Бегает И Как бы Народ Народ бегает Постоянно Прям Вообще Конкретно Постоянно То есть Я бывает В час ночи Выглядываю И народ Бегает Это Вот прям Вообще Меня удивляет Вот Будем считать Что тур По Балкону Закончен Да Вот Кстати говоря Тоже Обратите Внимание Что Стекло Не просто Стекло А в Сеточке То есть Здесь Все Такое Стекло Здесь Вот Тоже Его На том Окне Тоже Это Короче говоря Специальное Требование Для Постройки Домов В Японии Это для Того Чтобы Если Будет Землетрясение Окна Начнут Ломаться Чтобы Значит Ни вас Не завалило Осколками Стекла Никого На улице Не завалило Чтобы Оставалось Одним Куском Да Можно Открыть Окно Так Это Происходит И это Максимум На что Окно Открывается То есть Вот Здесь Есть Фиксатор И И Все То есть Видите Что здесь Как бы Грязно Я бы хотел Помыть Но Я просто Не знаю Как Помыть Это окно То есть Вот Ну да Вот это Вот Это вот Вытяжка С ванной Насколько Я понял То есть Она вот Проходит Там Под Под Деревянными Потолками Да Для того Чтобы Закрыть Нужно Эту Штуку Повернуть И Потянуть Но поскольку Я не могу Одной рукой Все это Сделать То Мне придется Вот так Поступить Вот Замечательное Скрипучее Окно Да Идем дальше Поскольку Мы прервались Поэтому Я не нашел Ничего Лучше Чем Вот так Вот этот Флотон Складывать Потому что Ну то есть Я могу Оставлять Его здесь Поскольку Я вот здесь Сплю Я вот здесь Растилаю И сплю Но Мне тогда Все Перешагивать И в целом Вообще Не очень Удобно Вот Реально Ничего Лучше Не придумал Не знаю Как Японцы Этим Живут Как Они Складывают Их Я пытался Поискать Был Какие Какие-то Подставки Чехлы Хранилище Для футонов Ни черта Не нашел Как они Эту проблему Решают Я вообще Не представляю Просто Это вот Не знаю Просто Люблю Карты И Я за 100 Иен Купил В DICE Карту Японии Повесил Я ее На скотч Но Как вы видите Она Она не очень Она болтается То есть Я ее несколько раз Подклеивал Чтобы она ровно висела Но поскольку Она висит на скотче Просто банально На стене То Скотч Видимо Сползает И она Превращается Вот В такой вот вид Конечно Некрасиво Но Я не могу Ничего другого Сделать Вот Здесь я поставил Замечательную Этажерку Из Нитори И Я ничего Оригинальнее Не придумал Как заполнить Вот это вот место Потому что Ну вот Что с этим Можно сделать Ставить туда Вот это вот Этот футон Я не подумал Ну вот Я смог найти Как бы Этажерку Которое сюда Встает И поставил Потому что Единственное Разумное Применение Для этого места Это хранение Сюда чего-то Вот То есть я Вот это вот Тоже Стандартная Ниториевская Здесь У меня Дверь Одежда Редко используемая Но тем не менее Используемая Вот это Это все Стандартные Нитори Это тоже Стандартные Нитори Вот эта вся Конструкция То есть я сюда Повожу Всякие Пароход Бумаги И так далее Тоже Хранение Все Документы Бумаги Это У меня книжная полка Официально Книжная полка Вот С самым Самым главным Произведением И все Что остальное Есть И тут у меня Значит лежат DVD Все Все три DVD Которыми я обладаю Идя дальше Вот Тоже Вот это Тоже Замечательная Конструкция Вот это Вот Вся колонна То есть Опять же Оно деревянное Вот это вот Все Деревянное То есть Я понимаю Что это Какая-то Несущая вещь И там Возможно Что-то внутри Еще есть Но она Сверху Вся Отделана Деревом То есть Вот это вот Это все Деревом Отделано И вот так Вот закатано И что с этим делать Ну что с этим делать Ничего с этим не поделаешь Конечно Да Вот Значит Светильничек Я думаю Вы помните Этот светильник Еще со времен Общаги Тот же самый Я как-то Вот Сообразил Что можно Аградину Прикрепить И он у меня Светит Здесь Нагрю камера Батарейка Сила Просто Значит Вот Отдельный Отдельный выпуск Здесь Вы тоже Но купить Купить носки До стула Чтобы Что-то Как-то Можно было С этим Делать Вот Ну да Поскольку Столг единственный То Он И обеденный И рабочий И все Да Вы правильно Подумали Что Вот эта Ножка Она стоит Криво Ну Такое Качество То есть Я проверил Я не могу По-другому Как-то Прикрепить Ну Это Вот Тоже Конструкция Вся Из Нитори Этажерочка Вот Единственное Что меня порадовало То что У них Большая Гибкость Очень И То есть Я как Сделал Я купил Вот эту Всю Основу Вот с этой Полкой С верхней И Докупил Отдельно Вот это Вот это Вот И вот это Вот Оно Все по размеру Подходит И Замечательно То есть Здесь Одежда Здесь Майки Трусы И тут Я складываю Всякие Всякую Разную провизию Ну В данном случае Тут у меня чай Чокопай И Здесь Пульт От этого Да Не смог Устоять Перед сообразным Постелить Что-то Сверху Чтоб Было Красивее Красивше Вот Это Одна Из Ну Даже Не одна Из Одна Единственная Вещь Катого Я купил Из бытовой Техники Не считая Компьютера Конечно Не думаю Что можно Компьютер Забо Считать Которую У меня Не было В Общаге И Которую Я хотел Давно Купить Это Тостер Как ни Странно То есть Мы Сюда Кладем Хлеб Закрываем Таймер И Он Запекается Почему Такая Странная Конструкция И Почему Вообще То есть Можно Купить Обычный Тостер Который С Выпрыгивающими Хлебцами Все которые знают Но Он Во-первых Менее Универсальный В нем Можно Только Два Хлеба Запекать При том Что Мне Достаточно Одного Хлеба За раз И Самое интересное Вот в этой вот вещи Можно делать что-то еще Помимо Тостов Правильно То есть А и Да Еще самое главное Вот Я Единственный Тостер Для одного Хлеба Который Я нашел У него Мощность 600 ватт А вот этой плитки Мощность 800 ватт То есть Я еще и Быстрее Запеку В итоге Свой Тост И я Решил Что я Куплю Вот этот Вот Ну На самом деле Самая компактная Модель Которая Бывает В принципе К сожалению У нее Есть два Недостатка Нету Положения Выключено И Соответственно Нельзя Просто взять И скрутить Таймер В ноль Чтобы она Выключилась Моментально Никак нельзя Сделать Вот это Вот меня Расстроило В этой плитке Ну Ничего Я уже Принародился И знаю Сколько мне нужно Скрутить Ну Чайник Вы Уже Видели Да А вот Кстати Интересная Вещь Выключатель Вот этот Выключатель Включает Просто Здесь Освещение Так Кстати Лампа Здесь была Мне не нужно было Его покупать К счастью Вот Вот этот Выключатель Включает Свет В прихожей Но Свет Свет Больше Не нужен Здесь Свет Выключил По-моему Это Весьма Весьма Крутая Фича Я должен Сказать То есть Плюс Как бы Если Когда ты Уходишь С комнаты В прихожую Ты берешь Здесь Свет Включаешь Все Не надо Там Мотаться В темноте Что-то Постоянно И Собственно Я думаю Что на этом Мы можем Считать Посмотр Жилья Законченным Да Ну да Единственное Что я могу Сказать Что Вот То есть Там Не видно Ну вот За Вот там Вот Находится Телефонная Розетка Вот там Вот Через От которой Собственно Горя Идет Вот этот Замечательный Кабель И В В Интернет А ну да Давайте я тогда Расскажу сразу Про интернет Чтобы два раза Не Не вставать Да Поскольку я про него Не рассказывал После той истории С этими дебилами Которые мне хотели Обучительно Относить Я Произвел Исследование Расследование И Выяснил Что Провайдеры Которые Предоставляют Мне Телефон Они Также Могут Предоставить Мне Интернет Причем Если Я Предоставил От них Интернет То Значит Мне будет Скидка 500 Иен На месячную Плату Интернета Я подумал Что Это Вариант Плюс Мне не надо Ни Документы Подавать Ничего Я просто могу Подать заявку Они Все сделают И я В общем-то Подал Как это происходит Вообще И Интернет Подключается То Есть В Отличии От России Прикол В Японии Интернета В том Что Провайдер Непосредственно Продисляющий Услугу Подключения К интернету Его отделят Сети Через которые Физически Происход Подключение Это Две Разные Конторы И В то Время Как Провайдеров До Хренища Выделится В сети Очень Мало И По факту Для того Чтобы получить Интернет Нужно Загружать Договор С двумя Компаниями С Владельцем Сети И С поставщиком Интернет Сукс Провайдером Я Когда Подключал Интернет Я думал Что Если Я Заключу Я Хотел Оптический Естественно Я Пойдем Заявку Подключения Оптического Интернета И Значит Мне Человеки Проверут Кабель К Квартиру Я Потому Что Я Видел Телефонную Розетку Я Думал Что Они Проверут Кабель К К К К К Я Запрошу Мне Какие-то Деньги И У меня Будет Оптический Интернет Ну Здесь Появились Две Вещи Которые Я Обнаружил Первое Это Несмотря на то Что Услуга Называется Ихикари Что В принципе Возначает Свет То есть Как бы Оптическое Подключение По факту Подключение Может произвести Также И под ВДС И второе Никто Не собирается Проводить Оптический Кабель Квартиру При наличии Здесь Телефонные Розетки Через которые Можно ВДС Включить В итоге Я нашел Эту Контору Как Нашел Просто Выбрал Ее Опять же Теперь У меня ДММ Хикари Есть Которые Нифига Не Хикари А просто ВДС Л2 Косвенно По косвенным Признакам Об этом Чуть ниже И Значит Как Что было Дело Дело Было Очень Просто Я Оформил Заявку На сайте ДММ Через Некоторое Время Мне Они сообщили Что К вам Будут Подходить Интернет Тогда Будьте Дом В это Время Я Окей В начальное Время Я был Дома Пришел Монтажник С НТТ НТТ Это Непон Телеграф 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 Владелец Сети Чувак Что сделал Он принес С собой Модем Самый Настоящий ВДСЛ Модем Воткнул его Здесь В розетку И Проделал Какие-то Манипуляции Там У себя И Значит Сударя Чего На Модене Появился Линк И он Сказал Пользуйтесь И ушел Никаких денег С меня Не взял Вообще Никаких В том числе За модем То есть Все эти деньги Они Включены В стоимость Того Что я Плачу ДММ То есть Они Слышите Пять часов Значит Мне даже Не надо Смотреть Часы Чтобы понять Пять часов Я говорю Что они Звонят Вот Провел Мне ВДСЛ Я Уже К этому Времени Имел Роутер Который Был Совместим С провайдером Поскольку У меня Современный Провайдер И у меня Нативный IPv6 А IPv4 Мне Предоставляется Через Шлюз Я специально Выбрал IPv6 Подключение Потому что Модно Молодежно Это все Никаких проблем У меня с этим Не возникло И Я думаю Что не возникли Скорость Что кстати Еще важно Там можно было Выбрать две Скорости В DMM Можно было Выбрать Один Гигабит Чуть Чуть дороже Можно было Выбрать 100 мегабит Потому что Видимо Если бы не выбрали Я бы выбрал Гигабит Мне бы Может быть Провели Оптику Но 100 мегабит Как бы 100 мегабит Меня устраивает Я Сидел На куда более Низких скоростях 100 мегабит Честные Я проверял То есть Когда Включаешь Скачивание В Стиме Дистрибутива То Как бы 100 мегабит Показывать Диспетчере Задач В полку Честные 100 мегабит Что Как бы Там Были скепки Конечно Что Вот DSL Ну Нифига DSL Хреначит Просто Я думаю Что пришло время Немножечко Показать Модем Вот Вот Такой Вот Модем То есть Вот Видите Устройство НТТ На нем Написано ВДСЛ Ну я все таки Подозреваю Что ВДСЛ2 Потому что Обычно DSL1 Поколение Таких скоростей Не дает Устройство К сожалению Обладает Пломбой Поэтому я не могу Вскрыть И подтвердить Что там внутри У меня есть подозрение Что это может быть Какой-то Huawei Или ZTE Что-то такое Да Вот Как бы На Бирке здесь Опять же Вот это вот Это НТТ Партнабер Я проверил Нифига Нифига Не бьется По нему И Как бы Это на полном Сереже Просто Просто Бриджем Работает Это То есть DSL И Ethernet Выходит И все И больше Ничего нету Ну да Вот Как бы Рутер Мне все Вполне Обычно Вот наш план Вот наш компьютер Это еще Для Ноутбука Бывает Когда я использую И Вот Вот такой Интернет В общем Я думаю Что на этом Уже На сегодня Достаточно Как всегда С вами был Джейсинг И До Скоро Увидимся Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует